Салам алейкум, Саш. Как у него настроение? Нормально, идти сдавай уже. Салам алейкум, дядя. Здравствуйте. Абиджанов? Да. Тяните билет. Вы на экзамен? Да. Тяните билет. Селадон. Особенность в выращивании. Да, это я все знаю. Знаешь? Да, знаю. Все или не все? Давайте проверим. Итак, видео про породу перепелов Селадон. Особенности выращивания. Серия 2. Итак, нашим птичкам Селадончикам сегодня 7 дней. У них уже появились перышки на крылышках. Они бегают, активничают. И теперь мы расскажем вам об особенностях этого периода. Ну, период, извини, перебью. Как раз вот с первого дня по седьмой, что мы делали, да? Да, с первого дня по седьмой. Но опять же, с первого по третий день мы давали витамины с глюкозой. Витаминки с глюкозой мы давали. С четвертого по девятый день мы даем пробиотики. Ну, хочу что сказать. Хочу заострить ваше внимание на чем? На том, что мы специально экспериментировали и специально хотим вам показать. Два дня из этих семи дней мы не меняли пеленку. Ну, вот сеточку нашу. Я хочу вам показать лапы у некоторых. Издевались над птицами, в общем. Вот такая вот история происходит. Конечно, мы этого не оставим. На десятый день, когда мы убираем сеточку полностью... Еще есть? Вот еще идет такой, смотри, вот еще. Да, ну вот здесь. Это он и есть. Поближе покажешь в камеру? Вот видите, что с лапками творится? На рост и на лапку. Это вот если два дня не убирать сеточку. Специально мы так продержали. Я потому что знаю, что все время делать там в дальнейшем, скажем так, да? Более того, я даже и сейчас добавлю, что некоторые говорят, что это нормально и так и должно быть. Это ненормально, друзья. И хочу вас предостеречь, потому что вот если это останется на лапках у птички, то дальше лапки эти будут болеть. Вот. И в какой-то момент птица просто погибнет. Поэтому сетку, когда мы снимем на 10-й день полностью, все эти лапки должны быть отмыты. Чудо средством. Теплой водой. Для чего мы именно у силадонов это показываем? Потому что все остальные птицы, в отличие от силадонов, уже вот на этой вот мелкой серпянке уже бы не сидели. Да, они на пятый день уже по вот той, что под низом. По сеточке бегали. По металлической сетке они бы уже бегали. А вот. Эти у нас еще ходят со всех сил по сетке. Я вас хочу, скажем так, стеречь от пеленки, да, от пеленки. Потому что на пеленке это будет происходить еще просто в 10 раз быстрее, чем на серпянке. Будет сплошная каша. Дальше, смотрите, друзья. У нас появилась бункерная кормушка. Вот. Бункерная кормушка с маленькими ячейками. Желтенькая? Желтенькая. Бывают просто большие такие куриные с большой ячейкой. Ни в коем случае. Только вот такая вот меленькая. А синюю можно? Можно. Серобуру-малиновую. Дальше. Что у нас еще происходит? Мы пока еще не убираем вот это наше колечко. Оно было у нас вот так. Мы его перевернули вот так на пятый день. С пятого дня. Воду мы не открываем опять же полностью. Но вот таким вот образом мы все-таки птицу ограничиваем. Осталась у нас одна кормушка железная. И они могут лазить там лапами ширургать. Корм уже не перемолотый? Нет, я не перемолотый, потому что он здесь разнофактурный. И они могут выбирать. Кто-то помельче, кто-то покрупнее выбирает. Вот здесь уже просто бункерная для чего? Чтобы корм у них был постоянно. Вот это они могут теребить туда-сюда. Они могут ее высыпать. Хотя, ну, это же птица. А с гулкой на кормушку уже такое не происходит. Ну и грудью их кормить тоже уже не надо. Они уже на искусственном питании. Не надо уже сидеть над ними, не дышать и так далее. Все нормально. Птица растет, птица здоровая. Уже оперяется со всех сил. Да, есть какие-то, конечно, небольшие, которые отстают развитие. Но мы их потом на стадии в 21 день, они будут явно видны, что они там, что-то с ними не то. Мы их просто удалим, скажем так, на корм кошечкам. Ну, а все выжили, нет? Так, ну, скажем так, за 7 дней, вот из этих 80 штук, у меня был отход 5 штук. 5 голов. 5 голов, да. Но это были такие слабенькие, те, которые просто я пожалела, не оставила в инкубаторе, когда они вылуплялись. Хотя надо было сразу, конечно, что-то лизировать. Я все время себе вот прям дергаю за руку. Вот, оставить надо, но нет, я их все равно сажаю, зная, что все равно они в итоге, с них будет отход. Вот, кстати, мои две пташечки любимчики. Вот они. Вытаскиваешь здесь плюс 27, выдержат. Да. Вот, посмотрите, крылышки какие. Видно? Уже перышки накрыли, да? Да, уже перышки накрыли. Вот это еще тоже красиво. Ну, вот это вот самочка, вот точно я говорю, что это будет самочка. Посмотрим дальше, будем проверять, самка это будет в итоге или нет. Она отличается. Два таких птенчика у нас, или три, три таких вот беленькие с коричневой спинкой. Вот это, мне кажется, будет самка с грязными ногами, которую мы будем мыть. Как мы моем ноги, мы вам покажем, конечно, на 10-й день, когда будем убирать сетку и полностью их высаживать на ячейку. Какая у нас ячейка? 10 на 25. 12 с половиной на 25. Каждый раз я ее путаю. А что помните такую ерунду? Действительно. Как тебя зовут? Значит, про температуру в брудере, да? Мы не уменьшаем температуру в брудере. Пока. Пока. Она у нас, вот седьмой день, повторяю, мы точно так же ее ставим. Пускай им будет жарко, пускай, но в основном жарко, конечно, не получается. Вот им прям тепло, им кайфово. Состояние, кстати, здесь, я вот посмотрел сейчас на термометр, 27 градусов. Помещение у нас 27 градусов. Вот это состояние, когда им тепло, когда им тепло и комфортно. Ходят, кушают, что-то там себе, ковыряются. Состояние уже таких гадких утенок, да? Ну, они уже начинают, да. Дней на 10, они такие, вот как в сказке гадкий утенок. То есть у них там вот это вот переоперение, они такие подростки, длинные шеи. Фу, какие. Да, страшненькие. Вот сейчас как раз начинается этот период недельный, полторы. Вот на этом вот, посмотри. Вот он стоит. Бобик, бобик. Тупит, как наш кот Бул. Вот, они вот такие сейчас страшненькие. Но потом увидите, какая красивая птичка получится. Им кальково. Помещение, кстати, здесь, я вот посмотрел сейчас на термометр, 27 градусов. Помещение у нас 27 градусов. Ну, как в прошлый раз мы и говорили, около 25, 27, если быть точно. Значит, вот в этом возрасте мы уже разделили наших пташек, да, по половине. Здесь вот у нас осталось 40 штук остальные мы отсадили. Места больше у них стало. Доступа к корму больше стало. Если бы это были все остальные породы, сколько мы бы их оставили на этот ярус? Ну, 70, наверное, да? Ну, 60, наверное. 60, наверное, да. 60, может быть. Но у этих все равно, на всякий случай, мы сажаем меньше, да? И вот, друзья, я хочу сказать, что по сравнению с другими породами вы увидите, прям, насколько длиннее у них лапки. Это прям видно. И именно поэтому мы не убираем серпянку, потому что они, лапки тоненькие, слабенькие, проваливаются, потом им тяжело, там они могут травмироваться и так далее. На 9-й день, на 9-й день я уберу половину сеточки, то есть они будут уже выбегать вот в ту сторону, потому что кормушку я поставлю уже без серпянки с водой. То есть они будут вынуждены туда идти, на серпку. Ну, а вот, что я еще хотела сказать. Ну, на 9-й день пол, клеточки у нас, соответственно, будут закрыты, полбрудера. А на 10-й мы снимем вообще полностью. И пускай уже они, наконец-то, нормально бегают. После пробиотиков, до какого дня этот пробиотик твой? А, кстати, да, пробиотик 5 дней. Пробиотик это ругательство? То есть с 4-го дня. Или это польза? Это чтобы у них кишечник очень хорошо работает. Это не антибиотик, не путайте. Пробиотик, друзья, не антибиотик. Это просто бактерии полезные. Полезные бактерии, чтобы у них все было хорошо с пищеварением. Птичка нежная. И мы таким образом поддерживаем и улучшаем, как говорится, кишечник наш и все. Не только наши, но и птиц тоже. Абиджанов? Да. Готов отвечать? Да, конечно. У кого яйца самые красивые? Это селадон. Правильно, молодец, 5. Ну что, давай подытожим вообще. Собственно, вот иногда некоторые спрашивают, есть вообще какие-то особенности или нет на самом деле никаких особенностей. Давай начнем по порядку. Первое. Тепло. Да, ну что мы сделали? Мы температуру в родере не уменьшили. И вот им сейчас 7 дней. Мы еще не уменьшали температуру. Мы убрали только одну закрывашку. Вторую оставили. Вторую оставили. Должно быть тепло без всяких сквозняков. Хорошо. Это первая особенность. Обычным породам, что бы мы уже? Ну, мы бы уже понизили как минимум на несколько градусов. Ну, на пару градусов точно мы бы уже. По состоянию, конечно, но на 2 градуса бы понизили. С теплом разобрались. Дальше. Подстилка. Во сколько ты пересаживаешь все остальные породы уже на сетку? На сетку, ну, уже с пятого дня. С пятого дня. То есть, четвертый день. Даже уже Техас, и то с пятого дня уже бегут. Четвертый день они у нас наполовину, да, а пятый день уже полностью на сетке. А эти? А эти до десятого дня у нас будут. Селадоны до десятого дня у нас будут на сетке. Причем, я тебе могу сказать, что с какого? С пятого дня, да, мы уже 2 раза в день эту сетку меняем. Да, 2 раза. А они очень быстро засирают. Они растут, они начинают уже гадить больше, соответственно, приходится менять 2 раза в день. Утром и вечером обязательно меняем, иначе лапы будут все грязные. Дальше, следующее. Что у нас следующее? Почему мы сеточку? Потому что ножки у них длиннее, чем у обычных перепелов. Длиннее, длинноногие они, как красотки. Тонкие длинные ножки. Тонкие длинные ножки, мечта поэта. Дальше, у нас кормушка появилась. Кормушка, это у всех одинаково. То есть, мы что остальным, что и этим. На седьмой день кормушку уже бункерную ставим. Мушку дополнительно. Дальше, смотри, пропойка. Что мы делаем с обычными перепелами? Ну, я имею в виду обычные, все остальные породы. Все остальные породы. Три дня витамины, и все. И дальше уже только в месяц мы пропаиваем. Опять три, ну, три-четыре дня пропойка. А с этими у нас получается витамины плюс глюкоза. Первые три дня. Дальше у нас пробиотики, да? Пять дней. Дальше у нас опять витамины и глюкоза. Опять витамины, опять пробиотики. Я понял. То есть, мы чередуем на протяжении, там, как минимум до месяца, а лучше даже до яйца, да? Ну, да, потому что кишечник всему голова. Дальше, смотри. А вот если мы так делать будем с остальными породами, что они это? Не выдержат или что? Да нет, я думаю, что выдержат. Просто это незачем. Ну, для чего это? Они и так растут. Для чего такой геморрой? Ну, просто я к тому, что некоторые, да, некоторые так делают и со всеми породами, да, после чего говорят, что нет разницы. Конечно, можно так морочиться и со всеми другими породами за исключением тепла. Это и грац называется. Селадоны, они явно гораздо теплолюбивее, чем другие. Явно они гораздо более подвержены вот воздействию сквозняка, чем все остальные, да? Все остальным тоже, конечно, не польза, но этим вот в первую очередь. Ну что, прощаемся на этом? Прощаемся. Смотрите следующую серию. Надеюсь, было полезно. Оставайтесь с нами. Всегда ваши мои перепела. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова